С точки зрения наших тонких тел, то, что называется кармическое тело, или там его называют казуальное тело, вот это тело казуальное, мы как раз забираем с собой то, что мы приносим себе в нашу теперешнюю жизнь, и то, что мы называем кармой. Вот карма находится вот в этом тонком теле, ну и соответственным образом на каждого из нас оказывает влияние вот те события, которые были в прошлом. Но вот каким образом, и как всегда, мы подвержены разного рода эмоциям. Вот кому-то нравится, кому-то не нравится. Это всё эмоции, нравится, не нравится. Разговоры ни о чём тут пишут люди, а кому-то очень интересно. Как с кармической точки зрения нам убрать негативные эмоции? Что значит не уметь управлять собой? Бывают люди, и нередкие случаи, которые крошат всех направо-налево, и даже убивают, он говорит, нет, это был не я. Вот не умеют они, не могут они совладать с собой. То есть получается, или у них, из прошлого идёт за ними карма, или же в них кто-то вселяется. Здесь проблема, в общем-то, в разделении коры головного мозга, лимбической системы в человеке. Нет, это всё физиология. У нас нижняя часть головного мозга, как раз за неё отвечает лимбическая система, которая управляется гипоталамусом, которая, в свою очередь, управляет гормонами, автономной частью нервной системы, а именно сердце, кровяное давление и не считается склонность человека к саморазрушению. Для того, чтобы не было вот такого зашкаливания, воспитывается сила воли, это третья чакра, это манипура. Человек, когда уходит в осознание и может своей волей понимать, что и когда, это очень хорошо, знаете, показано в боевых искусствах. Вот там есть философский аспект, есть воспитание физического тела и духовные элементы. Когда ты понимаешь и умеешь, понимаешь такую энергию, умеешь её управлять и понимать осознанно, куда ты её управляешь, с каким результатом, к какому результату это приведёт, человек становится хозяином своего положения, вот и всё. На самом деле, когда душа её отправляет уже на землю, она лежит в таком стационаре, там как бы больничка называемая, и в человека, ну уже определён пол, вкатывается по трубкам, там стекается. Мужская и женская энергия, то есть ини-янь, да, она идёт 50-50, 50 на 50. И это очень показательно, потому что, несмотря на то, что мы здесь рождаемся уже с половыми признаками, ну, соответственно, мальчики и девочки, я имею в виду детей, да, то со временем идёт половое созревание. Но ты до этого полового созревания находишься в состоянии ОМО, потому что половые признаки сами по себе не говорят о том, что ты будешь там мальчиком и девочкой, то, что ты вообще там состоишься. Ну, у нас, как обычно, посади дерево, там вырасти сына и прочие истории, ну, которые должен сделать, допустим, мужчину. Ну, к нему соотносится общественное мнение, скажем так. Или девочка там на пяльцах и с кучей детей с ковородками. Далее что происходит? Там вот этот период полового созревания, дальше тут осеменили все, все свои дела сделали, и идёт угасание функций в определённом возрасте. Что у женщин, что у мужчин. И тогда уже приходит осознание. Я вот сколько не разговаривала с клиентами, я очень со многими дружу и уважаю почтенный возраст. И могу сказать, что люди в этом состоянии очень разные. Я дружу с одним человеком, ему 78 лет. Я в своё время ему помогала по здоровью. И я удивляюсь до сих пор его стати. Он высокого роста, он за собой всегда следит, он выполняет все дыхательные упражнения, он учит языки, стихи для того, чтобы поддерживать состояние головного мозга, он, естественно, выполняет определённые упражнения. И вот этот человек тоже мне сказал, я говорю, так и не понял, зачем мне вот эта семья, и всё такое. Я состоялся совсем в другом. Я чувствую себя мужчиной, я чувствую себя человеком. Продолжение следует...